Здравствуйте! Это «Время. Арт» – программа об искусстве. Говорим о культурных событиях нашего города, следим за мировыми премьерами и новинками, вспоминаем легендарных личностей, которые уже вошли в историю искусства, а также знакомимся с теми, кто создает эту историю сегодня. Начнем с того, что происходит рядом с нами. 16 января исполнилось 80 лет со дня создания Витебской области. В связи с этим событием по всему региону проходят многочисленные презентации, тематические выставки, творческие конкурсы и кинопоказы. Накануне юбилейной даты в Витебском художественном музее открылась выставка «Витебщина в произведениях художников». В экспозицию вошли живописные и графические работы из музейного фонда. Всего около полсотни картин – 40 художников, в которых отражен их авторский взгляд на красоту и уникальность северного края Беларуси. Мы в этом году представили работы в основном из фонда нашего музея, чтобы показать работы тех художников, которые сами многие были участниками войны, сами участвовали в восстановлении Витебщины. В частности, здесь представлены работы Боровского, Исаака Юльевича, его пейзажи. Здесь представлены работы Корженевского, Антона Станиславовича. Такие потрясающие его березы. Как можно с такой душой это все передать, почувствовать нашу красоту? Это работы Петра Максовича Явича. Это центральной работой у нас является работа Толкача, Анатолия Иларионовича. Здесь представлены, конечно же, не только работы классиков наших художников 50-60-х годов, а всего здесь 54 художественных произведения, 40 авторов. Здесь представлены и работы современных художников. Например, ныне живущий, работающий в Витебске, Медведский Виктор Александрович, Матчина Поля, Желтые блики Шелкова Виктора Александровича. То есть мы хотели, чтобы наша выставка к юбилею нашей Витебской области получилась такой романтичной, теплой, душевной. Чтобы не рассказать, потому что мы все знаем о красоте нашей Витебщины, а просто еще раз напомнить, в какой красоте, в какой великолепной области мы живем. Здесь же, в художественном музее, свои живописные мелодии Витебска представил известный художник Александр Филиппов. Каждая его работа – страница истории и признания в любви родному городу. Витебск – довоенный, Витебск – современный. Многих улиц уже нет, не сохранились дома и памятники архитектуры. И только на полотнах Александра Филиппова можно окунуться в историю, побродить по старым переулкам, полюбоваться на довоенные городские пейзажи. А еще узнать про некоторые традиции и интересные факты, которые вошли в летопись древнего города. Ну, вообще, я видел старый пол, вот поэтому я и взялся за это писать. Уже никого нет, потому что мы знали в Витебске. Все мои друзья помирали. Мне уже 86. Коренной в Витебляне, коренной. Мама моя здесь родилась. Мама моя была в полном ошенном, пропадавала в степени. Она уже была талантливой, очень талантливой. У нас зверь не закрывало. Семь пропадавателей ходили к нам, играл на гитаре, пел романсы. И я играю тоже. Я живел на коррозе вот когда-то, в Дом пионеров, 10 лет. У меня были ансамбли. Ну, а потом перенесился на живопись. Город был давай не красный такой, красный кирпич, старинный, двухэтажный. Редко было третий этаж. Редко было. И вот я спешу показать, что наш город довоенный, а не просто так горный. Там есть у меня картина Визьба и льды плывут. Там великан белорусский, Махнов, 2 метра 85 сантиметров. Самый высокий человек в Беларуси даже в мире. И этого Махнова моя мама развивала. Вот главная работа в саде Лаги. Это саде Лаги, где-то 35-й год, 36-й, 34-й. Мой папа пришел с парашюта, а мы с мамой стоим там. И там есть я. Там и мама моя, и я. Это был великолепный праздник, что проникла ей втором. Там пол гусарский, древний праздник, очень древний. А Лаги – это какой-то богатый человек. И назывались от Лаги. Я считаю, что это последний летописец старого Витебска. Потому что ушло то поколение, которое воспитывало его художественное училище, которое оставили, конечно, свои произведения. Но я считаю, что эти работы более эмоционально напитаны. Потому что с этим городом у него связана была личная жизнь. Он вырос в нем, он впитал всю душу этого города. Поэтому они такие эмоциональные, наполненные любовью и грустью о том, что этого города уже нет. У творчества его от Дрознева, ну, по-перше, это школа, которая добро прочитывается про такую колористичную целостность, про композиционную докладность, про особливую отказность в выполнении каждой из композиции. Ну и другое, это, конечно, город Витебск писали многие. Но для него Витебск не совсем парадный. Можно взвернуть увагу, как из этой композиции про Елагинский сад, это те куточки Витебска, которые можно как раз таки не трапить на фотосдымки. И не трапили на фотосдымки. И кей может максимум будет, как тут уже сказали, реконструировать только по вороху этого мостока. 13 января исполнилось 125 лет со дня рождения гениального художника, одного из ярчайших представителей парижской школы Хайма Сусина. Художник воплощал правду личных чувств с такой силой, что до сих пор потрясает людей неподдельным драматизмом. Так вышло, что его имя до недавнего времени было известно больше за рубежом, нежели на родине в Беларуси. Первую в России выставку живописи Хайма Сутина, которая сейчас проходит в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина, называют событием исключительным на фоне всех музейных ретроспектив и современных экспозиций последних лет. К тому же недавно на русском языке вышел в свет и роман-биография «Последнее странствие Сутина». Его написал знаменитый биограф и переводчик Ральф Дутли. Вспомнить Хайма Сутина, побеседовать о судьбе и творчестве великого художника мы пригласили в студию председателя Витебской областной организации Белорусского союза художников Светлану Баранковскую. Сегодня она гость программы «Время. Арт». Здравствуйте, дорогие телезрители. Я приветствую вас, Светлана, в нашей студии. И очень рада, что сегодня будете вы моим собеседником. И мы будем говорить о творчестве и личности Хайма Сутина. Сутина, как его еще называют. Потому что во всем мире его знают по ударению на второй слог – «сутин». На французский манер. Потому что уже как представитель французской школы и жил во Франции. И там стал знаменит, будем так говорить. И в основном в мире знают его как «сутин». Хотя многие называют и «сутин». А это как по свойску. Потому что когда он жил у Смиловича, он был «сутин». А как проехал Париж, так «сутин». Пикассо и Пикассо так само не крыудилися один на одного. Просто каждый из них – и Пикассо, и Пикассо, «сутин» и «сутин». Яны были и знаемы, и просто позиционовались, те, как по месту нарожения, те, по месту, откуда отрымали славу и просто широкий шлях. Тому я думаю, что на Беларуси он лепит будет сутин. Сутин. Хорошо. Когда вы впервые узнали об этом художнике, увидели его репродукции, какое произвело впечатление на вас, увиденное? Не поверите, в 88-м годе, потрапивши у Петербург у Академиума Статствол, мне хитренько так профессор глядел на меня и каже, «Вы из Витебска? А какой у вас любимый художник?» А я гордо вставала и казала, «Ну, коли вы хотите, чтобы подшуть от меня Шагал, так вы не подшуете. У меня любимый художник Иши». И уеху было такое издевление, я говорю, «Да из Витебска я не любить Шагала». Ну, гэта як у тых Прыкасках, «Це любите вы коток, а коли нету, вы просто не умеете их гатовать». Таму што имя Шагала я уже ведала, але я ше не ведала, што гэта такое, и вельми мало бачила я го. Ну, так, ён там, ну, такий смешный дядька, добра малявау, ну, весь свет вядомы, а мы ше подумаем ці празнаваць я го. Так приблизно отрымалася и с Суціным. Доволі поздно, калі Шагала усполнялась 125 год, а Суціну – 120, не потрапилась, были передачи, были некие репродукции, ну, и так само, да, и в этой супрэцстояння шастя Шагала, и не шастя шлімазла Суціна, яны были, ну, настолько ведавочны, и гэтай картінкі так само такі сумны некі, гэтая мяса, гэтая кров, ну, якая жаншына любі зі гэтая мяса і гэтую кров. І так, ну, здаець, ну, хай весь свет любіць, а мы уже неяк і без яго переживем. Тым больш, я не Витебскі, і дзякуй Богу, можна про яго уже і не думаць. Але, калі Газпромбанк пачаў, вось, разворошываўся, вось, гэтую праграму павертанні мастакоў Парышской школы, так атрымався, што, вось, просто чапляешся в окон, да, і зусім недавна, вось тут, вось, ўжо, ў зімку, ў Пушкінскім музею в Москве, раптам, едучы на Климта, на Шылі, едучы на Сяонгатяна, проходзім праззал, і тое, што называлі, просто удар павачох, мы пяць разоў верталіся ў гэты зал, мы пяць разоў спрабывалі фатаграфаваць, разумеешы, што ўсё ровны, не ўдзен гаджет, не ўдная рэпродукція, не перадаць таго, што мы ўбачалі. Я разумею, што, калі павесіць зараз просто ўсіх геніў ўсяго света ўжы выпісі, ўсіх часова народаў, і павесіць одного малінького сутіна, і ўсё будзу спыняцца пабач з ім, таму што гэта той колер, які на сам рэч трэба бачыць, яго, калі ён... Та экспрэсія энергетіка, видіма, іще. Ну, па першы, так, па першы, гэта энергетыка, яна, дарашы, яна не такая і грубая, і экспрэсіўнае... Не, экспрэсіўнае ў сэнсі, што ўна шапляе, ўна не просто шапляе, ўна хапае цібя западол, і тягне да сябе, і все, і ты не можеш адарвацца. Ты адыходзеш, а ўна ўсё ровно не як прамушае вернуцца. І гэта можа быць толькі ў саправдным жэвапісі, і толькі ў оригінале, таму што ў гэтага чалавека, на саму шы, гэтагеній такога плана, яких здаецў мало ў гэтам свете. Ну, неслучайно, его там многие же называли, ну, Коровин, кто-то, что это один из пяти гениальных художников мира. Ещё, ну, когда там... Коровин, да. То есть, потому что, и вот и признавали его современники и при жизни, то есть модельяне, его близкий друг, отворачивались ноги от Сутина, а модельяне в нём же сразу разглядел и всё время ему твердил, ты гений, ты гений. Это помогало ему эту веру укреплять. И моё знакомство началось лет 30 назад, когда я Оренбурга прочитала, влюбилась вот в этот период и много начала изучать, читать по этому поводу, вот именно про художников парижской школы. И вот я, готовясь к нашей передаче, вот как раз вот немножко такую цитату нашла из Оренбурга, что, как он описывает его, «Мне видится Сутин фигурой загадочной, демонической. Это не левитан с его осенней грустью, не передвижники с их назойливым реализмом. Сутин – это гроза, стихия, ураган. Это новый тип художника, который срывает кожу с предметов, выворачивает наружу не всегда приглядное человеческое нутро». То есть это нерв. Вот мне кажется, вот нерв. Вот я смотрю, вот у меня действительно какое-то вот такое возбуждение приходит, глядя на его полотна. Да, я понимаю, что там, наверное, в голову снесло, если бы видела натуральную, как говорится, величину его произведения. И могу представить, какое вы испытали потрясение и шок, видя его настоящие произведения. Ну, а я хочу сказать, что это не просто нерв. И ты ж самое потрясение, они так само бывают розные, потому что его на и портреты, и она сдается скаженные, некие перекрученные. Али там, там саправданная любовь до модели, любовь до життя. И каля кажуть, что вось шагал гэта любовь, а сутин гэта трагедая, я не могу с гэтом сгадзица, тому, что я не абодва любовь. Просто гэта розная любовь. Конечно. И гэта шастя працаваць у мастацтвя, так рассказываешь, что ён там и голый, и голодный, и брудный, и ванючий. Апокрафы. Не верьте никому, тому, что заусёды есть завистники, заусёды есть розные. Навад шагалу нелега верать ў ягонной аутобиографии, тому, что мы все заусёды пишем аутобиографию для некой нагоды. Понятно. Когда это готовится к публикации, ты, естественно, что-то приукрашиваешь, или что-то ретушируешь, будем так говорить. И я никогда и не вела дневники, потому что понимала, что, во-первых, когда-то кто-то их откроет и прочтёт, и не хотелось голой правды, потому что всё равно мы эту правду и для себя скрываем. Не знаю. Может, за что-то было бы даже стыдно. А Сутина хотелось? А Сутина я об этом не думала, мне кажется. Потому что и все его современники говорят о том, что ему вообще было всё равно, что о нём говорят, как он выглядит, как он дурно пахнет. И описывают многие об этом, что действительно он хотел голодный, стучался в дверь и просил есть, а потом пока эту селёдку не нарисует, а голый, потому что один этот какой-то камзол был, и чтобы его не испачкать в краску, поэтому и голый, потому что всё время нищий был до определённого момента. А не в упробываниях это самого себя на тему сестит до самого низу, самого себя преимущець, побираться, быть человеком не просто дна, а дна на дне, и уже оттуль выкалупывать вот эти диаманты правды. Так, может, это и было. И на самом деле это было. Але мы упоўнены, что это была система. Ведь человек, який приехал у Париж и своимся брам, я вам раптом каже, «Кали мы у этом городе ничого не добьемся, мы ничого не вартаем». И это было да голода. Значит, у него уже была мета, у него уже была установка. Конечно, у него была цель, но прежде всего он был убеждён, что сытый художник, многие художники считают, что чтобы создать настоящее произведение искусства или как репетируют артисты, они должны быть голодны или полуголодны. Сытый не сыграет так или не напишет. И он был убеждён, пишут современники, что художник должен испытывать как можно больше всех лишений, чтобы кожей, нервом прочувствовать всю эту правду жизни. Но, на мой взгляд, сколько я читаю, это не было таким показным или, как многие примеряют, роль художника. А это его была суть. Вот он такой был, такой апонтанный, сумасшедший в хорошем смысле этого слова. Так он таки был нау тады, когда он каштавал дороже из-за Пикассо. Потому что он мог опрануть там шалковые некие сорочки, спать на кружевной белизне, але я гоная атласная коудра будит падранная, и он будит валяться и в брудных шкарпетках. Потому что это не самое головное в этом житті. Да, потому что... И, здаётся, у яго на самом рэш не самое головное было усе, кроме аж живопису. У яго нават, нават до своей хворобы было такое ставлення, что она просто замінае ему писать. На вот тое, як ян памерау, калі шалавека везли, уже знайшли, як Габрея у Парижа акупованым оперировать, яго везли три дни, потому что яму треба было по дороге забрать картины. И в этом и есть суть. Так, ян писал правду, ян домагауся гэтой правды всей своей просто клетчкой своего организма и своего талента. Яго могли примать, а не примать. Ягодь, как тое Мадрьяне, ян не просто ведал, и он, здаяцца, так, на сам рыч, он першая чул, што гэта гений и падтрымлювачим мог, але ёсь іншая апокрафа, у каў яких сутцин нейкі час нават не узгадываў прозвишам, это или я не забаранял узгадываць ягоная прозвиша праим. Гэта стасунки, и тое, што мы зараз ведаем пра той час, гэта больш лігенды, больш апокрафы, больш некие апісанні гэтых стасункаў, таму што зараз трэба аправдуаць нашу просто неуважляваць да, тако перыуду, а сабліва нам, таму што з'язжалі-то ад нас. Мы гублялі гэтых людзей. Ну, конечно, патаму што такая была волна антисемитізма, это раз, во-вторых, тоже же спор идёт много, почему он говорил всё время извильно, да, то есть в Америке, когда представили его работы, слава богу, благодаря человеку, который в своё время купил у него, в конце концов, Сутин стал состоятельным человеком, мог иметь студию с видом на сену, писать, и опять же пишут, что он ничего, даже ремонт не сделал в этой квартире, и опять у него там потом было всё запущено, он всё только писал, писал и писал, но он вывез его 60 работ только за один раз в Америку. Это самая великая коллекция. И спас, и спас эти картины, потому что во время Второй мировой войны, когда Сутин и многие другие художники были приравнены к дегеративному искусству, эти гонялись нацисты за этими полотнами, уничтожали, и очень большое количество картин Сутина уничтожено. Ну, сам и больше изничтожил сам. Сам. Опять же, когда были деньги, тоже вот он выкупал свои опять произведения и уничтожал, потому что они ему уже не нравились. Ну, я к тому, что да, много слухов, но не о каждом художнике или там артисте будут слухов, то есть не каждому их приписывают даже. О ком-то, ну, таких вот, как сказать, для нас уже может быть даже отчасти забавных или, там, не знаю, таких, ну, неординарных, да, случаев, ну, не про каждого мы можем рассказать. Не, ну, справа... То есть это вот кинематографическая личность, на мой взгляд, вот, Сутин. То есть это вот абсолютный персонаж, вот такой, киношный, вот даже. А его манера, это, которая, вот, только кокошка была свойственна, он же только углем иногда там что-то рисунок намечал, а так в основном обратной стороной кисточки делал такие нажимы на бумаге или пальцем, ногтем, да, то есть и потом рисовал. Ну, кто наблюдал, говорит, это был действительно настоящий перформанс, его вот этот акт такого соития с холстом. Да, 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 и до 20 пэнзля в руце, кали уже один пэнзль уже был одной фарбе, то другую он уже не мыкается, и вот это шестинячий колер может шея отсюда, и вот это светло может как раз и делалось от шистой фарбы. Але это так, это односенный, да, это этому наут не махшима навучить. И не придумать. И захочешь вот инсценировать, не получится. Ну, это может шея адметный почерк. Органик. Чому у нас мастаки да гэтуль не вельми любить, кали да их заходить в маестерню. Паказать свои творы так, але в маестерню допушают не кожного, так само, як и Сутин не допушал, так само не кожного он пушал к своей маестерню. Говорит, трэба было прайсти, не веду, який адбор, как нехта поглядел, як он малюе. Як был и глядел, як он може працаваць. Нехта з ягоных жаншын може бачу, але гэта так отрымалася, шоб подглядзець отрымалася. А так так само у нас докладнага нема, як он рабил гэта ўся. Гэта шарауніцтва, гэта шарауніцтва і ёсь мастацтва. Так само, як ушагала завсёды была любоў да сваёй радімы, так сутінская нелюбоў да свае радімы, да сваего минулога. І она так само яго, здаецца, падыгрывала. Хаця з іншого боку кажуть, не любів, не любів. Але калі ўсіх Габреў Смілэвіча ў сорок першым расстралялі, ён як адшуў, ён наприканцы сорок першого пачаў шукаць і распытываць і про родних, і про батьков. Одине, що вже було запознав. Ну, он представлялся все время, що з Вильна, потому що не знали во Франції, де там такая Беларусь. А хто зараз веде, де такая Беларусь? Я сама была в Англии, то есть моя подруга говорила, ну скажи-то, що я з Росії, там, нет, з Беларусі, а надо було долго объяснять, где это находится. Это даже вот сейчас, а тогда, где те Смиловичи, кто это мог знать? Вильна знали все. А он, говорит, вообще плохо по-русски-то говорил, наидиш, его родной язык идиш, і застенчивий был. И чтобы избежать множества вот этих лишних вопросов, он как бы вот и говорил, что вот он считай, из Литвы. Так и пошло. Скропки гляження такой иконографії и идентификації особи, глядяши на яху вот аз дымки, не скажеш, что я, ну, вельми таки застенчивый. Можа тое, что яху промали, потому что тое, что шаловек ведает европейскую культуру, володой русской мовой, ангельской мовой, шаловек, який прайшов нейкую школу, и той же сутен побач з'им, это не значится, что сутен ведает менее, он просто ведает іншая. Гэта культура идиш, это культура тое, что вайшло просто с молоком, тое, что вайшло с кровью генетична, тое, что он вельми добра ведал усю габрейскую культуру, релігію, без гэтага просто немагшим. Гэта мы неэдукованы с кровки гледження сутена, потому, потому, что мы гэтага не ведаем. А у ягуш вельми знаковая рэша, який он всем лева потому, что гэтые дитячые портреты и навэт гэтые страшные туши, ведать, якали бачила их на рэпродукциях, просто жах обдыма, что гэта такое. А калі бачиш их по-суправднаму, ну, адзінае, што так, просто да мёртвага тела складана, але яны дыхаюць, яны живы, яны блішаць. Такое отшування, што вось, яны толькі ўшора бегали. Якой ўшора, яны бегали пяць хвилина у таму. Я негім чыном гэта зарабіл. Ну, вот, понимаете, не просто так вот его коллеги, вот тёзка Сутина Хаим Яков Липшиц, скульптор, недоумевал. Слушай, Сутин, насмотревшись на твою живопись, я могу лепить след за тобой. С помощью объёмов в пространстве я черпаю свет. Станковая скульптура, как и настоящая живопись, вполне автономна в природе и параллельна ей. Они необходимы человеку, как солнце. То есть у него, говорят, не натюрморт был, не мёртвая натура, а имела и объём, и свои... Он же поливал это кровью, то есть когда писал, да, бычьей кровью поливал, чтобы... А, да, да, чтобы блистал, да. И мы ещё вот не сказали, что Рембрандт, это же был его эталон, то есть он в нём такой перевернул его мировоззренческий взгляд на живопись. И он учился по Рембрандту и пытался копировать его еврейскую невесту, но, говорят, хотя он и учился у старых мастеров, но как копиист он, ну, был неуспешен, и не мог, потому что его сущность, его натура, она не давала ему. Это другое совсем. И туши Рембрандта, и туши Сутина, это совсем розное. Да. Это посыл розное. Да. Али так само, вот так кажем, да, что таки не счастливый, не счастливый Сутина. Али не счастливый Сутина, я разумею, что у Парыша он потрапил можея шея из-за того, что и он просто за цензу, за ней, кага, там, трохатсоткава, пятиатсоткава, га цензу, на навучанье, у гимназии, университетах, зоны асядласті, ян зразумела, не мог потрапить ў туеш Москву і Петербург, ян просто були закрыты га-тае дзверы. Зразумела, што у Парыш було потрапить на шмат лепей, і худше, і простее. Именно віто таму наші люди туды з'їжжалі і славіля ўжо тамошнюю школу. Али розказывать, што ён был несчастний. А он і сам себе не называл несчастним. Не-не-не, ён был шастливым человеком. Он всегда гал, кто вам такого сказав, я счастлив. Калі он хотів паглядзеть на шарвона ісіні, і ён ехал туды, куды ёму треба, паглядзеть на шарвона ісіні. Рэмбрандт, он ехал в Австрию і сматрел ёва подлінніки. Справа тэм, што мы шамось і узгадываем про сто год, про тое, що у нас були герой. Понимаете, в чьому тело... А я не башу тое, що побач. І сутіна не башу ли? Понятно. Но мы даже, понимаете, как во всем мире узнают, знают о некоторых наших земляках даже, да, больше, чем мы знаем. А что, конечно, уже говорить, кто рядом при жизни. Ну, он был мальчишкой, во-первых, когда вообще покинул Беларусь. Но... Ну, 29, да. Поэтому все равно сформировался-то он в Париже и стал известен. И опять же, встреча его Мещанинов, да? это самое Витебске. Да, тоже из купеческой, известной витебской семьи. Это самое Улей. И помог ему Мещанинов там, и мастерскую свою предоставил. И люди видели в нем, поддержали его в тяжелейшее время, когда он действительно в полной нищете был. Ну, нас завсюду кто-нибудь подтримливая. За философия, за философию все остатние науки и будет прогресс. А у нас отрымовывается, что амастатство, гэта, нікая, нават, не баловство. Ну, кольки той же сутин по покрыфу отрымливаю, ягу не просто сбивали, а по шорному сбивали, только за то, что гэта шлемазл мял право не займаться господаркой, не допомагать, а нечто чарыков на своих поперках. Да, ша заразу куплял алоуке за баськовой гроши. Ну, гэта, и дагэтуль у нас ставлення такое, а мастаку доставляя за давальнення займаться гэтай фигнёй и таму пачынаюч ад людей на улице и сканчаюч державными установами. У нас дагэтуль такое ставлення, ну, хай он там балуется, за майстерню платить, а давайте подвысим за майстерню, а давайте, а он все ровно балуется, дурные неки, да, про сто год потом гэта имя может кто-нибудь откопая и скажуть, вот так вот, а не глядзеши ни на что, а так хошеца, как не не глядзеши ни на что, а как у каждого мастака был хотя бы один ось, такий меценат, який хоть, який меценат, как просто интеллигентный человек, який лишит себе интеллигентным человеком у 21-м стаходе, купил бы хоть одну картину одного земляка на свое житё, а лишь мы купляем китайские подробки в универмагу и гоноримся тем, что мы купили мастатство, а лишь америка там еще одного мастака. знает потом, сколько будет эта картина стоить? А мне в любом случае все равно больше всего волнует другой вопрос, что вот люди, которые жили тогда в такое тяжелое время, на стыке двух войн мировых, то есть люди, которые испытали весь ужас, сколько погибло, сколько близких, сколько уничтожено, искалечено судеб, они действительно продолжали покупать произведения искусств, покупали картины, поддерживали художников, оставались людьми и людьми высокой культуры прежде всего. Почему вот сейчас это происходит, что вот вы говорите, лучше китайскую безделушку, чем действительно купить произведение своего художника, я не могу понять. Объясните мне. Зараз моя еще горшая ситуация. У нас зараз то, что Мордашвили называл антропологичной катастрофой. Нам просто это не треба. Мы спускаемся до узровня. По телевизору сказали, купляем такое, мы все бежим, купляем это. На узровне высокотехнологичном снова становимся живелыми. Як пастух сказал, так мы зарабили. И только мастаки, письменники, некие маргиналы, люди, крутят пальцем каля виска, я на шизлёгку нас подымают до узровня все шаловешей культуры и шаловецства. И тому чем это скончится я не ведаю. Эту катастрофу я Маяковский усвоит сейчас ведаю и сказал про ее. Она подрихтовалась шоковная штука на смерть Хлебникова. С отвращением прочитал статьи о Хлебникове полное сочувствие. Когда наконец кончится комедия посмертных лечений, где были пишущие когда живой Хлебников оплеванной критикой живым ходил по России. Бросьте наконец благоговения столетних юбилеев, почитания посмертными изданиями. Живым статьи, хлеб живым, бумагу живым. Дякуй Богу яны у нас есть наши мертвые, а лены живые у своих картинах. У нас такая шоковная штука, у адрознение ад усих остатніх людей мы покидаем материальное освещение свайго сердца, свайго света погляду, свайго отшування гэтага света. И кольки буде ясновать человечество, стольки оно буде насычаться гэтой любовью, гэтым светлом, гэтым колерами, які здавалось очень взробленные. фарба и полотно и больше ничего. Из легкого варьят мастаг. А еще хайм это значит жизнь. И на языке Библии это слово существует только во множественном числе. Пишет Ральф Дутли в своем романе, который в прошлом году появился на русском языке «Последнее странствие Сутина». Хайм не умирает, он есть во множестве. Он есть вас есть во мне и спасибо вам за то, что вы разделяете это множество, любите, а еще за то, что вы созидаете прекрасное, красивое и нужное. Я думаю, что вы относятся до всех мастаков, які у нас на Витевшине, які у Волголи у нас на Беларуси и просто до людей, які мают смелость в гэтах воронках, в гэтом життси, в гэтой информационной войне думать про человечество, переваривать его неким чином у себя и выплескивать на полотна. Вашем лице я благодарю всех художников, потому что вы председатель Витебской областной организации Белорусского Союза Художников. С нами была Светлана Баранковская. Спасибо за то, что вы смотрите нашу программу. Всего доброго, до новых встреч. Вторая половина XIX века была удивительно плодотворной для множества деятелей искусств. Выдающиеся писатели и художники, скульпторы и архитекторы поддерживали крепкие дружеские отношения и вместе пытались дать строгому классическому направлению в искусстве новый виток. Как раз в это время известный французский писатель Эмиль Золя со школьной скамьи, друживший с талантливым художником Полем Сезанном, решается описать времена коренных перемен в искусстве и взглядах через страстный и безжалостный труд своего друга, жизнь которого была почти полностью поглощена искусством живописи. Роман творчества сегодня в рубрике Фарзас. Антон Павлович Чехов утверждал, что для тех, кто познал наслаждение творчества, все прочие удовольствия уже не существуют. Таланту свойственно заставлять своего обладателя растворяться в своем виде искусства, зачастую в ущерб всем прочим сферам жизни. Мы же, как зрители, не ведя изнанки жизни талантливых людей, искренне полагаем, что те, кто способен создать великолепную книгу или написать прекрасное полотно, самые счастливые люди на свете. Французский писатель и публицист Эмиль Золя, близкий друг многих художников и брессионистов, скульпторов и журналистов XIX века, подарил зрителям всего мира возможность заглянуть за кулисы творческой жизни и быта художника в своем романе творчества. Романе о жизни живописца по имени Клод Лантье, прообразом которого послужил близкий друг писателя, художник-эпессионист Поль Сезанн. Примечательно, что после прочтения романа Поль Сезанн поблагодарил писателя, своего друга со школьной скамьи и навсегда прекратил с ним общение без каких-либо дальнейших объяснений. История в романе выстраивается вокруг жизни Клода Лантье, молодого, подающего надежды самобытного художника, который решается сделать вызов парижской академической живописи, мертвой в его понимании, и покорить парижские салоны и галереи своими полотнами, преисполненными цвета, полупрозрачных образов видений, необычных сюжетов и солнечных переливов. Клод Лантье не просто талантлив, он фанатик живописи, готовый годами работать над одной и той же картиной, бесконечно ее исправляя, угрожая все наконец окончательно испортить, ради того, чтобы вступить в поединок с природой и вдохнуть вплоть своих образов настоящую душу. И вся его творческая жизнь, полная мучительных поисков и работы, которая вытягивает из художников все силы, проходит в самом притягательном для всех живописцев мест в Париже. И описания улочек, парков и самых разнообразных зданий составлены Золя настолько подробно, что все словесные картины без труда выстраиваются в воображении читателя, увлекая его в путешествия по местам, которые уже, наверное, и не существуют в том виде, в котором они пристали перед глазами молодого художника. Обстановка позволяла Клоду Лантье находить образы для своих картин, однако, сколь бы оригинальными и мастерски написанными они ни были, таланта для покорения парижских галерей окажется недостаточно. В сердце Парижа, как в придворном обществе, господствует своя ченчество и потакание безопасной, привычной академической живописи с ее стандартными штампованными приемами и сюжетами. И даже пробившись сквозь толпу завистников к зрителю, художника ожидает встреча с толпой, занимающей оборонную позицию перед лицом всего неожиданного, нового и еще не одобренного уважаемыми в обществе людьми. Роман Эмили Заля «Творчество» дарит читателям всего мира шанс не просто посмотреть, чем живут талантливые люди. Читатель проживет вместе с Клодом Лантье всю его жизнь. Будет незримо присутствовать рядом с Мольбертом, пока художник с яростью и постом вновь и вновь переделывает недостаточно живые, по его мнению, образы на своих картинах. Вместе с художником читателю предстоит испытать муки почти бесцельного труда, насмешки судьбы, подарившие художнику революционное для своего времени видение прекрасного, но не позаботившись о том, чтобы у него была возможность выразить свою задумку на холсте в точности так, как он ее видит. Творческий талант затмит и сотрет все на своем пути. Дружбу, крепкое здоровье, семью, любовь и даже душевное спокойствие. Талант захватит своего обладателя настолько, что сама жизнь вне искусства прекратится, сама природа отступит и будет лишь дразнить художника яркостью и живостью образов, созданных ею вовсе без усилий. Витебский центр современного искусства представляет творчество двух латвийских художниц Анса Грисмани и Кристины Селани. Выставка «Современный диалог» это не только диалог со зрителем, но еще и диалог самодеятельного творчества и профессионального искусства. Анса Грисмани докторант Латвийской художественной академии Кристина Селани и ее ученица начинающая художница. В Витебске они представили беспредметную живопись. Некоторые работы выполнены в смешанной технике, в том числе и авторской. А еще это попытка объединить живопись с музыкой и создать еще один своеобразный диалог. Это выставка «Диалог Беларуси и Латвии», диалог искусства профессионального и искусства развивающегося и также диалог двух художниц, которые взаимодействуют в своих работах. В основном здесь представлены беспредметные работы. Многие из этих работ выполнены в различных смешанных техниках, в том числе и авторских. Это масляная живопись, но также используется и коллаж, и вертаж, различные техники и как бы вплетаются вот в живописную ткань различные знаки, ноты, буквы, различные тексты, в том числе сакральные тексты, религиозные тексты, что очень важно для художницы Аннце Гриттмане, поскольку, как она сама сказала, для нее искусство – это синтез различных искусств и различных восприятий. Кристина Сеоне является самодеятельной художницей, но, однако, не просто творит по наитию, институтное искусство, а она именно развивается, она проходит многочисленные мастер-классы, многочисленные воркшипы, и в том числе она училась у Аннце Гриттмане, который является в данный момент декторантом Латвийской Академии Художеств, и таким образом вот этот прогресс, который совершают обе художницы, он взаимный, и это тоже диалог. Я использую ноты и музыку, который композит, композитор, латвийский композитор Андрей Солицкий. Здесь вы можете слышать тоже, и некоторые работы говорить о сократними делами, вы там можете видеть символику и тоже тексты. Я работаю в Миксд Медиа, это другие материалы. Есть еще такая интересная стучка кснестезия, можно быть, выслышала. У меня есть подруга, которая видит не только цвет, но вспышки. Это такой феномен от головы. И она слышала музыку композитор Арберт и сказала, окей, хорошо, я вижу здесь точку, здесь, 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 и тогда я сделала скит и сделала потом эту большую работу. Это только показывает, Латвия есть довольно общинные традиции, искусство. И в этом, ну, например, нетрадициональное такая, или больше более такое современное искусство, тоже интересно, которое в Латвии делается, и которое можно показать в Витебске. в этом в этом году празднует празднует столетие. Это такое для нас большое число уже и хотелось бы как-то это праздновать вместе с вами. Да, вы правы, что в этом году это первая выставка, а завтра в Полоцке открывается выставка текстиля. На данный момент программа уже намечается в этом году довольно обширной. Будут и выставки запланированы, и надеюсь, что удастся нам какой-то хороший концерт провести. Древнегреческий поэт Симонит Киоски назвал живопись молчащей поэзией, а поэзию звучащей живописью. Каждое произведение, будь то картины или стихотворение, эмоциональное отражение его автора. А чтобы это произведение понять, необходимо всмотреться и вдуматься. Такой философией придерживается и современная художница, поэтесса из Минска Лена Зински. В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо города Витебска-Двина» она представляет выставку своих коллажей и портретов части целого и предлагает зрителям попробовать разгадать ее истории. Визуальный ряд автор дополнила своими стихами. Я себя считаю априори поэтом. С поэзией у меня любовь самого-самого рождения, и поэтому рисовать я начала позже. Хотя в детстве я очень увлекалась рисованием, но вот рисовать как рисовать я начала куда позже. Поэтому представлять только картины без стихов мне бы не хотелось. Мне хотелось этого симбиоза, причем зачастую они никогда не являются иллюстрациями к моему стихотворению какому-то, но они вполне дополняют друг друга. И, может быть, для того, чтобы даже понять смысл всей экспозиции, можно прочитать не только визуальный ряд, а еще и стихотворный, который предложен. Долго, я очень долго. Я вынашила выставку, я недавно родила сына, и вот в период, когда я была беременна, мне не писалось вообще. Мне было очень тяжело работать головой, но мне рисовалось. И в том числе я пыталась создать документ, вот именно который будет. Я пыталась создать, сложить экспозицию. Вот всю эту идею я вынашивала, собственно говоря, вместе с ним. Мне очень понравилась цитата Аристотеля, что целое есть больше, чем сумма его частей. Действительно так, причем одна читательница наша, она сделала очень умным мысленно, выведя это к ребенку. Что ребенок это, по сути, тоже, как сказать, единица, которая состоит из частей, но оно больше, чем просто те два родителя, которые как-то в это сладко. То есть тут много, тут к этой философии можно подходить, даже к одной цитате с разных сторон, а она вот как-то так вот нас все соединила и поэзию, и сделала этот симбиоз, как сказать, натуральным. Я очень люблю художественное творчество Марка Шагала. Витебск, поэтому, был особенным местом в Белоруссии, и как бы это ни звучало, потому что это действительно, видите, как говорят, есть гений места. Вот если о Витебске, то это, наверное, он и является этим гением. Как бы это ни звучало, мне хотелось отдать какую-то дань, я была на могиле у Шагала во Франции совершенно недавно. И вот мне, когда как раз-то, мне хотелось что-то добавить, чтобы было и так, как полет, и мне хотелось полета, вот поэтому и серия коллажей, которые называются «Сны Марка», в которых он летает у нас снов шесть. И еще у нас есть как бы не часть серии, но седьмой сон, он, собственно, за мной. Складывать из этого каждый может что-то свое собственное, для меня это «Сны Марка». О, сколько нам открытий чудных готовит история популярной музыки. Именно так, перефразируя классика, можно сказать о незатейливой песенке «Мамбо Итальяно». О том, какое отношение эта песня имеет к Италии и к современным шлягерам, вы узнаете из очередного выпуска рубрики «Диез». На не столь давнем рубеже веков, отметившемся кризисом музыкального жанра, было сделано немало ремейков. По меру буквально прокатилась волна второго рождения старых шлягеров, основную массу которых по эту сторону железного занавеса никогда не слышали и приняли за новинки. Одной из таких песен является «Мамбо Итальяно». На первый взгляд история песни весьма запутанная. Ее автором считается американец Боб Мэрил, тогда как другие источники называют итальянца Рената Карасоне. Однако тут все просто. В 50-е годы минувшего столетия Карасоне был весьма популярен у себя на родине. Он стал автором одного из первых итальянских рок-н-роллов под названием «Ту во фа аль американо». Эта песня была написана исключительно с целью потроллить юных итальянцев, в которых захватила мода на все американское. Ты носишь штаны с гербом на заднице? Кепку с приподнятым козырьком? Ты хочешь выглядеть американцем? Ты танцуешь рок-н-ролл, играешь в бейсбол? Но деньги на камел тебе дает мамашина сумочка. Ты хочешь выглядеть американцем? 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 Но если на Тиниталии, Сьентаме, не честа, не тапа. Окей, на бульдан. Туо фа ла мерикан, туо фа ла мерикан. Туо фа ла мерикан, туо фа ла мерикан. Осенью 54-го начинающий поэт и музыкант Боб Мэрил прогуливался по Нью-Йорку, зашел в итальянский ресторанчик, где и услыхал эту песню. У него возникла мысль не то чтобы отомстить итальянцам, а сделать такую же пародию. Первое, что осенило Боба, название – итальянское мамбо. Словосочетание звучало так же нелепо, как китайская лизгинка. Мэрил набросал текст прямо на салфетке, а мелодию, чтобы не забыть, напел по телефону студийному пианисту. В начале 55-го песня была представлена в исполнении Розмарии Клуни, тетки известного актера Джорджа Клуни. Она сделала это столь замечательно, что мамбо итальяно попала в американский топ-10, а в Британии и вовсе вышла на первое место. Заводной ритм был под стать тексту с вкраплением итальянских идиом. Герой песни заявляет, что если хочешь быть модным крутым парнем, то забудь про тарантеллу и моцареллу, танцуй итальянское мамбо. Поначалу в радиостанции посчитали текст двусмысленным и неприличным. Звукозаписывающему лейблу даже пришлось заручиться поддержкой профессора романских языков и католического священника, которые подтвердили, что итальянские слова в песне не носят вульгарного характера. Окончательным утверждением популярности стало исполнение Дина Мартина. Но самое интересное, песня зазвучала и в Италии, в исполнении все того же Рената Курасоне. Причем на сей раз итальянский текст наполняли английские идиомы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С годами шлягер тускнеет. Не обошло это и «Мамбо Итальяно». Песня села в категории ретро, а затем основательно подзабылась. Второе рождение «Мамбо Итальяно» произошло в 2000-м, когда английская группа «Шафт» представила современникам ее электронную версию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю в программе «Время арт» на телеканале «Витебск». Витебск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова